Волонтеры Анапского центра реабилитации животных «Добрые руки» подарили вторую жизнь собаке Гретти. Гражданка Франции Стелла встретилась с Греттой летом на ЖД вокзале курорта. Девушка решила забрать собаку с собой во Францию, но в поезд четвероногу не пустили. Нет документов. Тогда Стелла обратилась за помощью к волонтерам из «Добрых рук». Мы ее отыскали на ЖД вокзале, привели в порядок. К сожалению, ее отравили на этой передержке. Видимо, соседей кто-то что-то подкинул. Мы ее выходили и отправили. Сейчас она в Волгодонске. Ну и скоро поедет во Францию. Вот такая судьба. После череды неприятностей Гретту ждет счастливое будущее в любящей ее семье. Уже три года сообщество волонтеров «Добрые руки» помогает бездомным и потерявшимся домашним животным обрести семью или вернуться к своим прежним хозяевам. Один из временных домов животных, так называемая передержка, находится в станице Анапской. В семье 16-летней Марии Агаевой приютили семь собак и щенков. Это очень приятно, когда, знаете, так осознаешь, что вот восемь собак, там, ну, семь спасены, кушают, спят вместе, там, за ними ухаживаешь ты, что ты понимаешь, что ты можешь их пристроить, что ты знаешь, что вот каких-то там семь жизней, но ты спас. Уже полгода Маша ухаживает за лучшими друзьями человека. Кормят и лечат животных за счет пожертвований и благотворительных взносов. Анапчане помогают кто чем может. Волонтеры центра стараются, чтобы каждая бездомная собака ощутила внимание и заботу человека. Гретту отдавали мы, да, я тоже расстроилась, потому что, ну, с ней, по сути, много, да, пережили, вот она здесь была. Но я понимаю, что она едет, ну, она в хорошие руки, что на замене ей я могу взять другую собаку, которой тоже могу помочь, у которой может там очутиться со временем дом. Каждый неравнодушный может помочь щенкам обрести новый дом. Волонтеры центра «Добрые руки» помогут вам найти потерявшегося питомца или выбрать четвероногого друга. Вся информация по телефону и в социальных сетях.